Каратышки 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 Делают зарядку по утрам Крутятся на грязных, а потом играют шашки Ходят в курпокоды по лесам и по горам Собирая макики и ромашки Каратышки успевают делать много дел И при этом любят отдыхать и веселиться Если же один с другим поссорится в успеху Ничего не стоит помериться Каратышки Каратышки Носят шляпы и штанишки Подружиться с ними Каждый будет рад Каратышки Обожают плюшек пышки Каратышки 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 В этом замечательном веселом городе Каратышки Каратышки Обожают плюшки Каратышки Обожают плюшки Обожают плюшки Если вы не верите что каратышки есть Приезжайте чтобы победиться Каратышки Каратышки Подружиться с ними Каждый будет рад Каратышки Обожают плюшки Каратышки Обожают плюшки Каратышки Каратышки Это цветочный город Улица колокольчики И здесь живем мы Малыши-каратыши Я вас сейчас со всеми познакомлю Это доктор Пелюшки Она очень струнливая латышка Пелюшки Это доктор Пелюшки Пелюшки на средней дисциплине Лечь малыша им может отравлены болезни Я могу прописать костерку на ночь Или куштого уколы Это малыш-каратыш Знайка Его прозвали Знайка Потому что он узнал очень много Много я знаю потому что читаю разные книги А в отличие от не которых Эти книги лежат у него И на столе И под столом И на кровать И даже под кроватью А чтение книг Знайка делся очень умным Он тогда одевает свои очки на он Совсем похож на профессору И еще лежит спончик Который прославился тем Что знает наизусть 100 рецептов лучших тортов Дашь мне Чего-то тут не хватает Можете их приготовить и съесть Музыкант Гусля Пайдеса Цветик Жролей, сведевый, пузнечик Совсем как огуречек Совсем как огуречек Зелененький он был Гаечка И кнопочка Привет А я Кто? Кто я? Не знаю Правильно, не знаю Музыкант Фантазии Кто я сверху что-то упал Это наверное Солнце что-то упало Наверно От солнца отвалился кусок И ударил меня по голове Вот же какая история Слушай Вернее не целое солнце А кусок от него Понимаешь Отвалился и ударил меня по голове Настоящий солнечный бутыл Нет, не знайка Ты что-то перепутал Это еще почему Ты ведь сам сказал Сошечка порядочная Если бы от солнца Вдохнулся хотя бы маленький кусочек То он раздавил бы тебя в лепешку Да ты что? Да, не знайка Солнце очень большое Оно больше всей нашей земли Да ну, по-моему Оно не больше тарелки Висит все в небе И блестит целый день Это новостью до земли Докажется, что солнце очень маленькое Потому что оно далеко от нас На самом же деле Это огромный раскаленный шар Это я в свою трубу увидел А солнце что? Горячее утюга что ли? Гораздо Если от солнца Оргался бы в кусок То он раздавил бы Весь наш город Надо же какое большое Надо на чем рассказать Дрюка ничего не слыхали Давай, кончим! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Давай, дай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, какое солнце? Оно будет в течение с этим И вот такое И вот, братцы, от солнца Отвалился кусок И летит прямо на нас Скоро прилетит И всех нас раздавит Ужас что будет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидел! Спасайся, кто может, беда! А-а-а! А-а-а! Беда! 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 Стоп! Что здесь происходит? На нас солнце падает, мы спасаемся! Как это падает? Кто выдумал всю эту чушь? Афин! Не знаю, я сказал, что это ты в свою трубу увидел! Успокойтесь, Барси! Солнце на нас падать не будет! Не знаю, я опять что перепутал! Он ведь у нас болтун известный! Удивляемся, как это мы тебе поверили! А я будто не удивляюсь! Я ведь и сам поверил! Не знаю, почему ты все время крючешь! Не знаю, да! На ночь выйдет в корсорду, чтобы не фантазировал! Кто не любит дисциплину, тем зовется медицина! Кто, кто в тихий час орет, без костоки не уйдет! Кто не вымоет посуду, заработает на сунду! Кто оставит грязный стол, кто ложится на укол! Укол всего полезней, нет лучшего лекарства! Он лечит от болезней и от хулиганства! Возьмут свой любой привидесется! Не вздумает сниться! В привидесется! Кончится, трудится! Чуть-надь, наверное, это вообще взяться бы за какое-нибудь дело! Да все у тебя живо разновыбует! Просто унисайки совсем пустая голова. Совсем пустая. Но это неправда. Я очень хочу чем-нибудь научиться. Или как-нибудь сразу, чтобы без всяких хлопот. Пойду-ка я к гусарю. Привет, гусли. Ты ведь знаешь, что меня виджук упал. Такая шишка большая. Чего ты смеешься, гусли? А чего здесь так интересно? Таким занимаешься? Да вот, чнила новую песню. Теперь репетирую. Хочешь послушать? Конечно, хочу! Мало музыку придумать, Мало ноты записать, Надо, чтобы музыканты Хорошо могли играть. Музыканты, музыканты, Все на первый взгляд таланты, Но добейтесь сказки вам Должны, веры, мастерства, Что угодно, можно говорить. Но меня вам не разубедить, Музыканта создаёт гамма, А потом уже реклама. Музыканта создаёт гамма, А потом уже реклама. Слушай, гусли, я тоже хочу Репетитировать. Что ж, не знаю, Ты на каком инструменте играть хочешь? А на каком легче? Думаю, на дудке. Ну давай сюда дудку. Так, посмотрим, попробуем. Не, гусли, что твоя дудка Слишком тихо играет. Есть что-нибудь погромче? Есть ещё гитара. Ну и гитара давай сюда. А ещё что-нибудь громче есть? Есть ещё барабан. Ну и барабан давай сюда. Вот это гусля. Очень хороший инструмент. Хорошо играется. Слушать приятно. Что ж, не знаю-ка, Если тебе нравится, учись на барабане. А зачем же мне учиться? Я и так умею. Вот, послушай. Ты же просто барабанишь, а не играешь. Как это не игра? Очень даже игра громко. Музыки не знай-ка. Главное не чтобы было громко, А чтобы было красиво. А у меня и так очень красиво получается. И вовсе не красиво. Ты уже из таких музыки Совсем не способен. Ты, наверное, так и с завистью говоришь. Хочешь, чтобы тебя только одну слушали И хвалили. А вот и ничего подобного. Бери барабан и играй сколько хочешь. Пускай и тебя хвалят. Ну и будешь. Это что еще за шум в нашем дворе? Это не шум. Это я играю. А ну прекрати сейчас же. А твоей музыке уши болят. Это потому, Берунка, Ты к моей музыке еще не привыкну. Хоть привыкнешь, И уши не станут болеть. А я и не хочу привыкать. Очень мне нужно. А ну-ка уходи сейчас же Со своим противным барабаном. Куда же я пойду? Вот, иди в поле, Так и играй. Здрасте, Кто меня в поле услышал? А тебе обязательно нужно, Чтоб тебя кто-нибудь услышал? Да, обязательно. Ну вот, иди тогда К соседям поиграть. А если не уйдешь, Я тебе укол даю. Ну вот, 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 Сразу же укол. Поиграть нормально даю. Просто моей музыки Ни-то не понимает. Еще не доросли до моей музыки. Вот дорастете. Сами попросите. Не буду я больше играть. Сделай, скорее, Сделай, скорее художником. Перекраски И смешивай под гущим. Вот тебе и вся живопись. Я самый лучший повар Известных мне кругов. Я знаю, Сук печенья И разных пирогах. Могу создать на выбор Сто самых разных блюд С хорошим. Домер, Порядок и уют. Возьмем варенье И муку И карамель И гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у И орехи И банан И изюм Три стакана И поставим Тесто печь Сами сядь, топь, стеречь Привет, Пончик! А чем ты с таким интересным занимаешься? Я не знаю, как придумать это для Новоперега Думаю, что очень вкусно получится Бросай свой пирог Садись скорее Я тебе рисовать буду Да не вертись ты, это не похоже получится Чтоб красивее было Красный нос Ого! Зеленые уши Ого! Оранжевые глаза Ого! Синий рот О-о-о! И большие фиолетовые усы Ого! Все, готов! Можешь смотреть! Ой, не знаю, как я такой? Конечно такой, а какой же еще? А усы ты мне зачем рисовал? У меня же их нет Ну вырос когда-нибудь А нос почему красный? Эль, чтоб красивее было А волосы почему голубые? Разве у меня такие? Такие, такие Ну если тебе не нравится Я могу и зеленые сделать Нет, не знаю, как этот портрет плохой Дай-ка я его порву Ты что? Зачем уничтожать художественное искусство? Ах ты так! Да, да! Ах ты вот так! Вот ты хочешь так сказать Вот мне-то я сейчас Сначала догони! Сейчас догони! Эй, братцы, чего вы деретесь? Касунь и нас, Пирюкин Разве это не я? Конечно нет Тут какое-то чучело огородное нарисовано Ты, наверное, Пирюкин Не поняла Потому что здесь подписи нет Сейчас подпишу И все сразу станет понятно Так Вон Нет, не знаю Это никакой это не портрет Это грубая антихудожественная мать дня Любоваться здесь совсем нечем Художник, как я из тебя вижу, должен не выйти Ты получше чем-нибудь студентам придумал занятия Может, больше пользуясь тебя будет А если еще раз кисточку в руки возьмешь Я тебе укол сделаю Укол с твоим уколом Рисовать нормально не даю Не буду я больше художником Сделаюсь я поэтом, как Цветик О, кто это ты, пожалуйста? Не знаю Привет, Цветик Я знаю, что тоже хотел поэтом Захотел поэтом стать А у тебя способности есть? Способности, конечно, есть Я на самом деле очень способный картишку Но это еще надо проверить Проверяй А ты знаешь, что такое рифма? Рифма? Нет, не знаю Рифма не знай Это когда два слова окачиваются одинаково Нет Худка – шутка Горжик – горжик Понял? Конечно, понял Чего тут непонятного? Тогда прибило мне рифму к слову Шматля Шматля Здрасте, что за шматля такая? Милый, ну разве есть такое слово? Нет Тогда рвакля А что это еще за рвакля? Это когда-нибудь Когда-нибудь рвутся-нибудь Вот и получается рвакля Нет, ты знаешь Опять ты все переборил Надо подбираться О том, который сбывает А не задумывать А если я не могу подобрать другого слова? Иначе у тебя нет способности к поэзии Да Тогда сама приду на рифму к этому слову Минуточку Паркля 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 Кобулякля Шматля Рвакля Сейчас, сейчас, сейчас Да нет на него незначка рифмы Ну вот Сама задают такие слова На которые нет рифма А потом еще говорит Что я не способна 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 Только отстанет меня Зачиняю стихи так Чтобы был смысл И рифм Хорошо 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Делаю специально DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Братцы, я еще живой Живой, живой, только не вертись Мне тебя еще осмотреть надо Удивительно Все кости целы Только ушибов несколько Вот дай-ка я тебя сейчас еду А это больно? Ни капельки Вот и лечи такого больного Его лечишь, лезешь, а он убегает Да, это годится Ничего мы не получили в жизни На поэзии мы все обижаются На рисунке мои Все Все обижаются С автомобилем тоже незадача получилась Почему так бывает? Вы думали о них всякие разности А они так ругаются и говорят, что ничего не умеют Куда это годится? Совсем я несчастный каратыш Вечерную лесу С вкусы током Росту Приду Весна 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 Незнайка, ау! Ой, кто это здесь? Незнайка, ну наконец-то я тебя нашла, почему ты ушел? Эх, кнопка, ничего у меня не получается в жизни. Вот, например, взять. Знайка, все его хвалят. Знайка умный, знайка голова. И пилюльки ему все тоже хвалят. Даже и пончика, и того за его пироги хвалят. А меня вот никто не хвалит. Ну, дядька, ну ты не можешь, если ты будешь... Если ты будешь делать еще только свое удовольствие, так ты не будешь жить. Зачем это мыс? Ну так я пульду от вас всех! Нет, не знай, ты не уходи! Ты нам очень, очень нужен! Правда? Правда, смотри! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И без всякой кастерки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уважаемые артисты, подойдите, пожалуйста, выйдите еще раз на поклон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Мы будем дальше работать над этим спектаклем Потому что сегодня мы увидели, да, что, в принципе, творчество это в совокупе И, как бы, и талант, и музыка, и вокал, и хореография Сегодня все все про своих детей увидели и узнали, и поняли Конечно, чтобы получился замечательный хороший спектакль, я думаю, что нужно продолжать ходить на вокал Заниматься и хореографией И вообще, спасибо, Матвей, тебе огромное Ты сегодня, конечно, меня поразил, потому что надо предупреждать, что ты будешь импровизировать. Но была приятная девина, молодец, да. Матвей вообще человек такой, он очень одаренный, он способный. Иногда, правда, я смотрю на него и думаю так, он понял или не понял. Запомнил замечание, не запомнил, потому что смотрю, мысли в другом месте, потом на показе все сделал, значит, все запомнил. Но ты сегодня, да, дал, знаешь, маху прям, ух. Дальше у нас, Матвей у нас играл роль, не знаю, кнопочка. Арина Храмова, Ариша. Вот, Ариша, я тебе тоже даю эту программку, да, замечательную. Вот, Арина ходила у нас и на вокал, и занятия старалась не пропускать. Она готова из дома принести все, что только можно, лишь было нам хорошо. Ну вот, ну я думаю, мы в этом амплуа уже с ней засиделись, с Ариной, потому что она прям такая вся принцесса-принцессовна. Вот, нам нужно что-то другое с ней сделать. Мы доделаем кнопочку, а потом какую-то другую роль тебе дадим. Хорошо, Арина? Так, наша кнопочка, Арина Храмова. Так, музыкант гусля, наша Ира Клевцова. Дай ей тоже аплодисменты. Ира больше сегодня переволновалась, вот. Но я думаю, что в следующем сезоне все-таки мы и на вокал походим, потому что у нас задатки есть, их нужно развивать, чтобы получались песни, чтобы они были уверенные, они стояли с поджатыми коленками. Я думаю, что Ира очень большой скачок сделала за два года вообще. Поэтому увидимся в следующем сезоне. Я надеюсь, что ты дальше будешь приходить к нам. Пончик Дима Прокопенко. Дима, держи, ты тоже молодец. Вот, очень сильно переживала за эту роль, потому что говорят, что вот, зачем мне Пончик. Ну, Матвей, сегодня ты, конечно, с яблоками просто меня поразил. Особенно Знайка, Пирюлькиной достает такое яблоко и Пончик. Это я давно. А, это ты готовила, то у тебя был такой запас. Всегда, я все подготовлены должны. Дима тоже готов все сделать, вот, но лишь бы внимания было побольше, а так, в принципе, все он может сделать, да. Так, идем дальше. Гаечка. Спеша. Гаечка. Гаечка в стандеме должна была быть с Винтиком, но Винтик у нас, да, он-то приходил, потому что мы его и решили, как бы, и он не отвинтился от нас, и Гаечка справилась со всеми задачами, и текст выучила, вот. Ну, тоже нужно маленько собираться, да, побольше, чтобы внимания у нас было, вот. И память хорошую. Так, держи, это тебе аплодисменты нашей Гаечке. Поэтесса Цветик, Даша Леонова. Давайте ей тоже наградим аплодисментами. Я, ну, как бы, я все-таки деток-то вижу, вы их видите даже чаще, чем я, но я считаю, что Даша, она тоже прыгнула, большой скачок сделала вперед. Во-первых, она, вот, наверное, как бы все ребята не фиксирует, но она это делает намного лучше. То есть, вот я схожу там замечаниями, потом начинаю в следующий раз репетировать. Кто-то забудет, я говорю, помните, я говорила, она все это фиксировала, я не знаю, она дома там повторяет наедине с подушкой или еще что-то. То есть, она мгновенно это все делает, как бы воплощает. Поэтому, Даша Леонова, спасибо тебе огромное. Надо что-то ей, какую-то смешную сделать ей роль, думаю, Даша, в следующем, потому что она, когда улыбается, она, ну, просто неотразимая. Даша, улыбайся чаще, это только серьезно иногда бывает. Так, Знайка, Иван Рубликов. Давайте ему оба же смешки подарим. Ваня, когда приходит, я прям вижу, что, да, на него большие надежды и родители, и учителя возлагают. Но мне так иногда хочется, чтобы он вот, правда, вот он расслабился, оторвался, поигрался. Он, конечно, иногда отрывается, они все отрываются, да. Вот, но, опять-таки, это мы же все-таки так привыкли, мне напрасно, что они уже такие большие. Мы говорим, тебе уже 10 лет, 11-12, они же еще дети, в принципе, мне же тоже хочется похулиганить, пошалить, поиграть. Поэтому до новых встреч, да, всегда хорошо отдыхать. Вот и приходи к нам. Доктор Пилюркина, Доктор Пилюркина, Соня вообще в наш коллектив лилась, ну, в начале этого года учебного, но она, она вот просто как-то сразу, вот, прыгнула во все эти предлагаемые обстоятельства, загорелась. Девочка она одаренная, серьезная, тоже она в плане, как бы, ответственный человек. Тоже сегодня она так переживала, я смотрю, она стоит белая, она как этот белый халат, сейчас сидит шприцем. Я говорю, все будет хорошо, вот, потому что все это ребята, в принципе, они ходили с того года, в основном, но она как будто здесь и была. Поэтому ей тоже аплодисменты. Спасибо вам за детей, спасибо, что сегодня пришли на эту репетицию нашу генеральную. Вот, я очень люблю ваших детей, правда, я очень рада, что они у меня есть, потому что я приходу сюда в Солнечный город. Вот, я здесь, я от них заряжаюсь какой-то энергией. Наверное, это будет звучать как-то эгоистично, но я обожаю их, я уже домусь совершенно здесь с совершенно другим настроением. Поэтому спасибо, ребята, что вы есть. Хороших вам каникул, отдыхайте, ничего не забывайте, что мы с вами проходили. И до новых встреч, надеюсь, что мы с вами еще увидимся, да. Давайте еще раз. Поклонитесь, пожалуйста. Поклонитесь, пожалуйста. Спасибо.